Всем привет! Это Толя Ярцев. И сегодня мы будем говорить на тему расположения нот на грифе гитары. На самом деле ноты на грифе гитары можно запомнить очень просто. Для начала надо выучить простую скороговорку. До ре ми фа со ля си, 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 до ре ми фа со ля си и так до бесконечности. Затем надо научиться говорить эту скороговорку от любой ноты. Скажем, не от до, а от ре. Ре ми фа со ля си, до ре ми фа со ля си и так далее. Или от ноты, скажем, соль. Соль ля си, до ре ми фа со ля си, до ре ми фа со ля си и так далее. Следующий шаг для того, чтобы выучить ноты на грифе гитары, это выучить название открытых струн. Первая струна, самая тонкая и самая высокая, это струна ми. Дальше струна си, соль, ре, ля и ми. Можно тоже выучить, как скороговорку, ми си, соль, ре, ля ми. И, в принципе, самый последний шаг для того, чтобы выучить ноты на грифе гитары, это запомнить расстояние между звуками. На самом деле, большинство звуков от до ре ми фа со ля си и все остальные ноты, до ре ми фа со ля си, между ними расстояние целый тон. Это через один лад. То есть, если, скажем, у нас нота расположена на третьем ладу, то следующая нота будет через один лад. То есть, пропускаем четвертый лад и играем ноту на пятом. Или если нота, скажем, у нас на седьмом ладу, то играем следующую ноту через лад на девятом ладу. Но это большинство нот. Есть два исключения. Между нотами ми и фа нету пустого лада, а играются просто соседние лады. И между нотами си и до, между нотами си и до тоже нету никакого пустого лада, играются просто соседние ноты. Соседние две, соседние два лада. Вот. Ну, соответственно, если у нас струна открытая, то играются просто открытая струна и первый лад. Или если у нас тон между нотами, то есть не ми фа, не си до, то играется второй лад уже. Ну, соответственно, с этим можно начать учить ноты на грифе, скажем, сначала с первой струны. Первая струна ми. Ми фа это у нас, как мы помним, исключение. То есть ми фа это соседние лады. Играем открытую струну и соседний лад. Дальше. Фа соль. Это у нас не исключение, то есть пропускаем лад. Третий лад. Соль. Соль ля опять же не исключение. Играем через лад. Ля си. И два соседних лада. Си до. Потому что это у нас исключение. Далее. До. Ре. Ре. Ми. Ми. Фа. И обратную сторону. Еще раз сыграю и назову ноты и номер лада. Открыта струна ми. Первый лад фа. Соль. Третий лад. Пятый лад. Ля. Седьмой лад. Си. Восьмой лад. До. Десятый лад. Ре. И двенадцатый лад. Ми. На тринадцатом ладу ноты фа. Далее следует той же самой логике на второй струне. Вторая струна, как мы помним, нота си. Си. Открытая струна. Первый лад. Нота до. Третий лад. Нота ре. Пятый лад. Ми. На шестом ладу фа. На восьмом ладу соль. Десятый лад. Ля. Си. На двенадцатом ладу. И до. На тринадцатом. Нота соль. Открытая. Соль. Ля. На втором ладу. На четвертом ладу си. Пятый лад. До. Седьмой лад. Ре. Девятый лад. Ми. Опять. Фа. На десятом ладу. И на двенадцатом ладу нота соль. На двенадцатом ладу всегда будет та же нота, которая на открытой струне была. Потому что на двенадцатом ладу у нас октава. Дальше. Нота ре. Четвертая струна. Открытая. Второй лад. Ми. Третий лад нота фа. На пятом ладу нота соль. На седьмом ладу нота ля. На девятом ладу нота си. На десятом ладу нота до. И на двенадцатом ладу нота ре. Пятая струна. Ля. Открытая. Второй лад нота си. Третий лад до. Пятый лад ре. На седьмом ладу ми. На восьмом ладу фа. На десятом ладу соль. И на двенадцатом ладу нота ля. И нота ми. На шестой открытой. Все повторяется как на первой струне. Потому что нота та же самая ми. Только на две октавы ниже. Апликатура та же самая. Ми. Фа. Соль. Ля. Си. До. Ре. Ми. Фа. Ми. Ре. До. Си. Ля. Соль. Многие считают, что ноты учить не надо на гитаре. Но это на ваше усмотрение. Если вы можете играть, скажем, только на слух полагаясь. Или на какой-то свой талант, который достаточно высокий. То, пожалуйста, делайте что хотите. Но это никогда не лишнее. Поэтому я всем рекомендую выучить ноты на грифе. Всем спасибо. Если понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И ставьте комментарии какие-то там. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok